Продолжим работать с модельным примером. Те же самые сочетания x, y и z, только чтобы не путаться с предыдущими примерами, я обозначил x тремя x, y, z, z. Тем не менее, сочетания остались абсолютно те же самые. Менялась частота некоторых профилей, а именно, выделенная красным. В частотах, там раньше стояли единицы, теперь стоят десятки. Что это дало? Это дало, что у нас теперь есть парные сочетания, парные взаимодействия наших переменных. А именно, x у нас сочетается с y вот таким образом, y сочетается с z таким образом, есть еще сочетание y с z, но x с z, я сюда его не выносил. Давайте проверим, что это действительно так. Берем второй x. Профили, которые содержат в себе x номер 2. с первым y 30 раз встречаются профили, со вторым y встречаются 12 раз, и с третьим y тоже встречаются 12 раз. Можно проверить аналогичным образом все остальные взаимодействия, которые здесь представлены, и действительно убедиться, что преимущественно x третий сочетается с y вторым, x первый с y третьим, и так далее. Причем, это сочетание, которое существует, как бы сравнительно независимо друг от друга. x с y сочетается вот таким образом. Но x с y и z одновременно такого сочетания здесь нет. Посмотрим. Если мы видим, что у нас x второй, то мы знаем, да, что у нас, скорее всего, y первый, потому что 30 наблюдений соответствует y первому. но значения z могут встретиться и первое, и второе, и третье, потому что число профилей с z первым, вторым и третьим равное. То есть нету однозначного перехода. Здесь есть от x к y, а от y к z однозначного перехода нет. Таким образом, можно ожидать...